Вернемся опять к моменту. Армяне, как известно, сами армяне признают, что они из племени Хаев, и что и на востоке, и в Коране, и везде, действительно, была страна Армения, но это Армения, Армения, Урмания, это шумерское название, земля воды. Такие моменты, что Хаи, то есть к Армении отношения никакого не имеют, что это те же самые цыгане, прибывшие из Индии, и просто, которые, как всегда, приватизировали, допустим, название горы Арарат, приватизировали, который был в Библии, и то же самое приватизировали, прихватизировали, название страны Армения. Но, насколько, действительно, пускай, как бы, давайте раскроем карты, как говорится, все, вот сейчас говорят, вот этот миф о геноциде, что турки говорят, давайте мы раскроем свои карты, документы, архивы, и вы раскроете архивы. Они скрывают, нет, мы не будем раскроем. И давайте то же самое, да, пройдем такую международную экспертизу, генетическую, хотя, насколько она будет объективна еще вопрос, политический. Да. И, пускай, действительно, проверим мы ДНК армян, всех кавказских народов, там, не знаю, фарсов, тех же. И сравним, кто есть кто. Кто есть кто. Здесь возникает один сразу же вопрос, на который надо сразу же самим же ответить, чтобы не зайти в тупик. Если речь идет об армянах, как потомках древних носителей древнеармянского языка, то языкознание нам говорит, что первые индоевропейцы либо зародились на территории современной Украины, откуда прятки армян вынуждены мигрировали в Закавказье. Тогда, однозначно, надо говорить, что армянский язык является пришлым в Закавказье, а это мы знаем, потому что до этого там был язык населения, было государство Урарту, язык которого не имеет никакого отношения к индоевропейскому, относится, как считает большинство ученых, является одним из родственных языков к современным языкам нахско-дагестанской группы. Это лизгинский и прочие языки. Лизгинский. Совершенно верно. Если брать армян как современное население Армении, то и их генетический портрет, то там зарисовывается следующее. Среди армян где-то процентов 30 это носители гаплогруппы R1-B1. Это выходцы из Центральной Азии. Около 30, а может быть и больше. Эта же гаплогруппа есть и среди азербайджанцев. Когда именно они вышли из Центральной Азии? То ли это потомки тех самых тюрко-монгольских племен, то ли это какая-то более древняя миграция из Центральной Азии. Сейчас я затрудняюсь сказать. То есть говорят Центральная Азия, мы имеем в виду тот же самый Алтай, то же самое Урал, Казахстан, вот эта территория. Огромный процент армян тоже прибыли как бы с татаро-монгольским. Может быть, они прибыли раньше этого. Вот здесь следует отметить, что современный... Ну, со силой, допустим. Может быть, вполне может быть. Дело в том, что армянские R1-B очень близки к турецким R1-B. То есть это, в общем-то, один и тот же народ. То есть это подтверждает версию о том, что армяне – это те же самые переименованные турки, да? То есть это как бы, как говорят, поскреби русского, выйдет татарин, поскреби армянина, выйдет тюрк. Потому что 2000 лет будет быть под рабством, допустим, тюрков, и, естественно, там все остальные... Какие-то влияния будут. И очень большие. Считается, что массовые миграции Центральной Азии в Закавказье, они стали случаться в 9-10 веках. И пока я затрудняюсь сказать, действительно нет. Ну, как раз половцами, печенегами. Но остальная часть армян, она действительно является той же самой ближневосточной популяцией. Той же самой. Там абсолютно те же группы, что и у азербайджанцев. Я, например, сад проходил на ЛКТС, и я знаю человека, который армянин, у него та же самая гаплогруппа, что и у меня. И наш с ним общий предок жил где-то около 6000 лет назад. От которого, в общем, пошла моя его жизнь. Ну, отсюда и объясняется любовь армян к азербайджанской музыке, культуре. То есть это родная музыка. Ну, здесь... Родная культура. Вы правы в этом смысле. Но то, что, как мы называем зоом крови, это... Просто я сам знаю, я вырос среди армян во дворе. Я знаю, что это... В отличие от грузин, от тех же самых дагестанцев, кавказцев, азербайджанцев и армяне... Армяне, это действительно самые близкие на Кавказе народы. Это так и есть. Например, кстати говоря, вот наш слабелчий друг, он выяснил, что такая же гаплогруппа была, например, у известного армянского писателя Амадеса Туманяна. Так что здесь есть такие вот тонкости. Многие, в общем, люди сейчас, особенно учитывая напряженные отношения, они не готовы к тому, что вот как так вот... Это они от нас происходят, не мы от них. Здесь надо говорить о том, что просто был общий предок, который жил, возможно, несколько сотен, а может быть и тысяч лет назад, у которого было как минимум два сына, и от одного сына пошла одна ветка, от другого другая. В общем, если... И как арабы и евреи потом стали врагами. Да, да. Как правило, это известно, что очень близкие народы всегда проявляют друг другу очень высокую жестокость. Да, в семьях можно смотреть, даже в современных. Это те же сербы, и там боснийцы, и хорваты, это, в общем-то, одна и та же популяция, и генетически это тоже самое. Это один момент. Второй момент, для чего ДНК-генеалогия бывает просто незаменима, вообще генетические исследования, не обязательно политический момент, это момент, связанный с изучением историй бесписьменных народов. Это различные народы Южной Америки, Северной Америки, полинозийцы, австралийцы, африканцы. Например, большой загадкой и до сих пор являются так называемые андаманцы. Возможно, вы слышали, что андаманские острова, они находятся в Индийском океане очень далеко. То есть, примитивный уровень этих людей, ну, с андаманцами мы сталкивались, когда смотрели там фильм о Шеренке Холмсе, что в одной из серий, там был слуга, и он отличался тем, что его рост был очень невысокий, то есть где-то около метра сорок. Так вот, те андаманцы, которых исследовали, и эти результаты показали, что эта популяция сформировалась около почти что 60 тысяч лет назад. То есть, это потомки первой волны людей, когда они заселяли Евразию, далее Австралию, поэтому они обладают столь необычным внешним видом, то есть у них, благодаря их изолированности и отсутствию притока генов, они стали очень, как говорят, эндогамны, ну, понятие «чистые» здесь трудно говорить, они эндогамны. То есть, эти люди стали, по сути говоря, близкими родственникам друг к другу. Все андаманцы в той или иной степени родственны друг к другу. И у них утвердились и укрепились определенные черты, которые позволяют очень четко их выделить среди других народов. То же самое можно сказать о кайсанцах. Кайсанцы – это такая очень интересная этническая группа народов в Южной Африке. В их языке сохранились так называемые щелкающие звуки, которые отсутствуют во всех остальных языках мира. Щелкающие, такие «мэ-мэ-мэ». То есть, щелкать-то мы щелкаем, но ни в одном языке мира нет слов с этим звуком. Так вот, исследования этих кайсанцев показали, что это одна из самых древнейших популяций на всей Земле. То есть, грубо говоря, есть кайсанцы и все остальные люди. Степень их разнообразия, их генов настолько велика. То есть, они одни из первых потомков Адама, первые ветвь, которые из Африки никуда не уходили. То есть, все остальное человечество ушло, видоизменилось внешне. Перемешалось. Да, да. То эта группа так и осталась. То есть, как раз вот, то есть, можно сказать, что единственное, когда какие-то националисты, шовинисты начинают говорить, вот наша нация, а мы такая нация. Абсолютно чистых вношений существуют. Абсолютно чистых вношений существуют. Абсолютно. Можно сказать, что никто из европейских народов, азиатских, не может сказать, что вообще мы, есть какая-то нация, потому что там смесь, да, идет. То есть, абсолютно по 25, по 10 процентов всего. Конечно. Очень мало народов, которые состоят из одной группы. Как правило, если мы встречаемся с таким народом, то речь идет о живущем в одной деревне, и фактически они являются потомками какого-то одного человека. Это явление называет эффект отца основателя, или же бутылочного горлышка. То есть, бутылочное горлышко, что от одного человека происходит очень много людей. Ну, типичный пример бутылочного горлышка, наверное, мы слышали историю про баунти. Да, слышали, да, когда на остров выбросил одного моряка и семь полинозийских женщин. Это остров Питкарн, современные питкарнцы, это и есть потомки того самого мужчины, и вот этих вот полинозий. Таких народов, которые бы действительно состояли только из одной единственной гоплогруппы, их крайне мало. То есть, все народы, численность которых уже превышает, скажем так, 100 тысяч человек, в них как минимум будет две гоплогруппы. А скорее всего, три, четыре, пять, а то и десять. Вот то есть, среднестатистически, если брать какую-то народность, ну, сейчас национальность, да, говорят, Европу, да, да, любых там возьмем, да. Опять же, вернемся к нашим барам, то есть, там, опять же, к армянам, к азербайджанцам, к грузинам, к кавказцам, к русским, татарам. То есть, можно сказать, что французы, немцы, испанцы, кто бы, греки, итальянцы. То есть, там, вот, среднестатистически, на сколько процентов, то есть, они близки, доля, нет, делятся. Какая доля присутствует, вот, по сколько процентов разных смесей там. Можно отметить следующее, что потомками древнего населения Европы, неиндоевропейского, то есть, индоевропейский язык попал в Европу около 3-4 тысяч лет назад, являются, как принято было считать, это современные баски, язык которых не имеет родственников, по крайней мере, точно определяемых родственников среди современных народов. Но когда сравнили ДНК басков, то выяснилось, что баски почти на 70 процентов ничем не отличаются от тех же самых испанцев. То есть, современные баски, по мужской линии, в своем большинстве, они потомки не древнего населения Европы, а потомки тех самых завоевателей, которые туда вторглись. Но им удалось каким-то образом сохранить язык местного населения. Среди них есть и носители той самой гоплогруппы И, то есть, гоплогруппы населения Древней Европы. Считается, что гоплогруппа И зародилась либо на территории Малой Азии, откуда мигрировала Европу, либо уже на территории самой Европы. Ну, точно, что заселение Европы происходило через территорию Малой Азии, когда еще Малая Азия и Балканы были соединены с ушей. И уже намного позже, во времена неолита, то есть развития скотоводства, сельского хозяйства, началась миграция населения с Ближнего Востока из Средиземноморья в Европу. Считается, что такими народами были древние теренцы, древние этруски, истории которых до сих пор не дает покоя современным историкам. По ряду косвенных признаков, этруски это выходцы из нынешней Малой Азии. И их язык был родственен современным, ну, так считается, тоже так называемым нахско-дагестанским или более глобально сильно кавказским языком. Ну, это все лингвистические вопросы, это отдельная тема, лучше в нее не вдаваться. А говоря о других сферах, или о других народах, то подтвердилось предположение о том, что современная Америка, Северная и Южная, была заселена из Сибири. Все американские индейцы, практически все, относятся к одной гоплогруппе, гоплогруппе Ку-1А. Они тоже происходят от одлового человека, но этот один человек, первопредок всех индейцев, а также так называемых палеоазиатских народов, то есть народов в Сибири, коренных народов в Сибири, он жил еще на территории самой Сибири. Часть его потомков мигрировала через Берингов пролив, тогда еще не существовавший, в Северную Америку, а затем уже и в Южную. То есть наиболее дальние родственники – это эскимосы Канады и индейцы обданной земли уже на территории южной части Аргентины. Но все они, в общем-то, в большинстве своем потомки… И вот, допустим, вот, просто, опять же, вот, опять, политический вопрос, вопросы, да, вот, допустим, вот, тюрки, и вот, насколько они однородны, насколько славяне однородны, да, вот, опять вот этот великий вопрос, да, пушкинский по скрипе русского выйдет, татарин там, вот насколько действительно можно отделять, да, кто чище, допустим, да, не по Гитлеру чище, а просто… Кто более однородний, так скажем. Кто более однородний, так скажем. Да, где преобладает какая-то то одногопологруппы. Да, есть вообще вот такой… Есть. Среди, например, современных русских численно преобладают где-то около половины – это носители гопологруппы Р1А1, Р1А. А еще точнее, то более точная нить – это носители СНИПа М458. Если брать, например, современных татар, то у них эта гопологруппа тоже присутствует в небольшом количестве, но в действительности и татары, и русские – это все-таки разные народы, и гопологруппы у них в своем большинстве разные. Они друг другу, конечно, близки, между ними были взаимопересечения, но среди татар преобладает гопологруппа центрально-азиатского происхождения, а среди русских – восточно-европейского. То есть предположение Пушкина о том, что по скреби русского найдешь татарин – так утверждать нельзя. Татары скорее ближе к окружающим их тюркским народам – тем же башкирам, казахам и друзьям. То есть татары, говоря, мы имеем тюрки, да? То есть есть отдельно действительно тюрки и действительно славяне, но опять же славяне больше даже, оказывается, славяне находятся даже западнее, не славяне, а русская пологруппа находится даже западнее поляков. То есть если брать территорию Золотой Арты, то получается, что это исконно тюркские территории, куда потом прибыли славяне, не тюрки в татаро-монгольской игорь завоевывала, установила игорь над славянами, а славяне потом… – Потеснили центральный азиат. Здесь надо несколько уточнить эти понятия. Дело в том, что славяне, как общность, они относительно недавние, то есть общий предок, лингвистический предок, то есть носители прославянского языка, из которого вышли все славянские языки, он был где-то в первых веках нашей эры. В это же время, считается, существовал общий предок всех тюркских языков, тоже где-то первые века нашей эры. Прославянский язык его локализуют на территории современной Украины – Польши, протюрский язык его локализуют одновременно в двух разных местах. Первая – это территория Алтая, вторая – это территория провинции Ордос в современном Китае. То есть изначально эти две группы народов никак друг с другом не контрактировали. Но со временем, когда была их экспансия на встречу друг с другом, образовались некие пограничные зоны, где, в общем, были взаимовлияния, то есть есть какие-то потомки славян среди тюркских народов, есть потомки тюрков среди современных славян. Но в своем большинстве, опять же, то есть если брать большую часть популяции, численно преобладающую, мы не можем сказать, что тюрки происходят генетически от славян или славяне от тюрков. Нет, совершенно утверждать это невозможно. – То есть тюрки и славяне говорят, говорят русские, да? – Среди русских, и не русские в том числе. Русские в себе имеют куда более значительный финно-угорский пласт. Скорее, носители финно-угорских языков. Их ассоциируют с гоплогруппой N1C1. Эта же гоплогруппа, кстати, есть и у тюркских народов, но только там еда и ее ветвь. Среди русских также есть носители гоплогруппы I, то есть древнего населения Европы. Но в большинстве своем это гоплогруппа R1A. Адлазию и ветвей, кстати, есть и в современной Ибди. – Все-таки как бы вот игорийские корни прослеживаются. – Ну, да. – А вот, допустим, у фарсов, вот чистые фарсы. – Фарсы – это… – Тоже историческая фальсификация насчет Ирана, которую называли Персией, опять же, из политических. Персия, Иран, иранская группа языков и так далее. Эти понятия, они, как и языки и религии, они эфемерны. Современные персы, современные иранцы – это потомки тех же самых древних народов, населявших Иран еще задолго до индоевропейского вторжения. – Действительно, среди иранских народов некоторых есть носители гоплогруппы R1A1, о которой я говорил. – Это пуштуды, это народы горного Бадахшана, то есть в Ревелой Таджикистан. – Но это не западные иранцы, это не персы. То есть среди персов и западных иранцев есть гоплогруппы R1A1, но она настолько при немрежительно малом проценте… – То есть никакого даже корица они не имеют? – Нет, это ассимилированные потомки местного населения, которые восприняло, ну, сменило, наверное, эламский, сибитский, косинский или какой-то другой язык. То есть фарсы являются, кстати говоря, также родственные азербайджанцы. Мы отличаемся от них, ну, разве что языком. По гоплогруппам, ну, лично я о себе, кстати говоря, такого сказать не могу. Моя гоплогруппа среди иранцев в очень малом проценте. Но вот, например, гоплогруппа J1, J2, ее среди иранцев очень много. И среди арабов, кстати говоря, тоже, среди азербайджанцев, среди армян – это обычная ближневосточная гоплогруппа. Про армян говорят, что они вот кичатся, да, возносят свой великий армянский народ, они как-то себя отделивают армянский шовинизм, да, это, опять же, во вред армянам жить. То есть просто они должны понять, что, привериться с тем фактом, что нет такого понятия, как армянский народ, даже нет такого понятия, как еврейский народ, то есть, потому что это все настолько смешанные там иксы. И логически это смешанные народы. Да, это очень смешанные народы. Народ, это, в общем, большинство людей делают ошибку, отождествляя гены и народ. Обычно, говоря о народе, мы говорим общность людей, которые говорят на одном языке, исповедуют одну религию. Даже был такой феномен, как советский народ, а сейчас есть феномен американский народ, где негр, он такой же народ. Народ, представители одного народа. Ирландец, да, и Африканец. Африканец, один народ. Так вот, парадокс здесь в том, что мы, называя народом, подразумеваем в действительности совсем иную категорию сравнений. То есть, армяне, говоря о себе как об избранном народе, говорят, подразумевают то, что у них иные предки, то есть, они произошли от совсем других людей, не от тех же людей, что и мы. В действительности, это мнение, в общем-то, можно признать ошибочно, поскольку биологически это родственная азербайджанца популяция. Я боюсь даже говорить слух, но я думаю, что большинство беженцев из Армении весьма к ним близко. Или же они близки к ним? Да. Или же армяне просто близки к азербайджанцам? Армяне, совершенно верно. В связи с западного Азербайджана, в который именно 90% жили азербайджанцы, а армяне были туда переселены просто в начале русской и перской политикой. Ну, о переселении армян из Персии в Россию, да, это документ Кавказ известен. Скорее всего, здесь будет так более, если так обтекаемо сказать, что миф о том, что азербайджанцы выходцы с Алтая не подтверждается. Если потомки алтайцев среди нас есть, то они очень малы, их процент очень мал, с одной стороны. С другой стороны, то, что армяне является тоже чем-то таким экстраординарным, очень чистым, отличающимся от всех остальных, этот миф также не подтверждается. То есть, армяне и азербайджанцы являются потомками, в общем-то, одной и той же группы людей, живших на этой территории несколько тысяч лет. Я бы даже сказал, более 10 тысяч лет. Со временем, кто-то из них усваивал другой язык, эта группа усвоила чурский язык, эта группа усвоила армянский язык. Они принадлежат разным религиям, и это определило их разные отношения друг к другу. В действительности, это одно и то же. То есть, подтверждается, опять же, не то, что версия, а действительность того, что все это политические проекты, что просто элементарно, смотря на карту Европы начала 20 века, просто элементарно, там нет ни Германии, ни Бельгии, то есть, ни Чехии, ни Польши, ни Мольши, то есть, были пару империй. То есть, понятие национальности, национальное государство, все это геополитические игры, возникшие в начале 20 века. То есть, для своих политических интриг. Когда человечество освоило государственность, то есть, когда речь шла о какой-то территории ограниченной, но она была населена только одним народом и стала воевать с соседним народом, понятие границы исчезло само собой. Сегодня это племя сильнее, оно победило то племя, захватило часть его территории, завтра это племя окрепло, выгнало его, и вот эти границы, они будут плавать из стороны в сторону. Мы можем вспомнить периоды, когда границы Армении действительно занимали большие территории, там, та же Великая Армения, которая почему-то превозносится, она существовала около 60 лет, это государство. Столько, сколько и существовал его создатель, Тигран. То есть, опять же, нонсенс, который говорит, что таких точных сведений, 60 лет личность Тигран, который существовал 2500 лет назад, это... Он существовал 2000 лет. Ну, 2000 лет назад, это из области все-таки более мифов, чем реальности, потому что никаких абсолютно сведений не может быть. И как доказали, допустим, современные историки-исследователи, что вообще вся история мира, которая преподается сейчас, это все написано в 17 веке, а все, что было до того же 15 века, это настолько... еще 500 лет назад, что было, это уже сказки, а 2000 лет назад, это вообще такие сказки, что про них вообще ничего нельзя сказать. И государство Великой Армении, Тиграна, который, по-моему, 60 лет не может существовать, никакой империи, ничего, потому что в те времена время шло абсолютно... Тысячу лет тогда было просто как один день, то есть процессы настолько мало, там менялась информация... Тут имеет место быть следующее, что когда мы говорим о древнем государстве, мы начинаем невольно проецировать его границы на современные... Да, да, и что-то... Многие народы в древности имели в своем подчинении очень большие территории. Арабский халифат. Его территория простиралась на континенты. Там, Древнеперсидская империя, она вообще на три континента занималась. В Африку, Азию и даже часть Европы. Но это не значит, что все народы, жившие там, это были иранцы. Или все народы, населявшие арабский халифат, были иранцы. И вообще они знали, что, оказывается, они в арабском халифате живут. Не говоря уже, например, что самая большая империя в истории человечества, Британская империя, она объединяла между собой вообще разные материки. И когда мы начинаем смешивать понятие государственности, то есть понятие политическое, мы невольно проецируем это и на фактор генетический. Совершенно не значит, что жители одного государства должны происходить от одних и тех же народов. Или же если данное государство когда-то там имело большие границы, то те люди, которые там сейчас живут на этих территориях, либо они там пришли на наши там великие древние земли, либо это и есть наши братья, просто они об этом не знают. Вот я склонен верить скорее второму, чем первому. Говорить о том, что один народ тотально уничтожен другой, такие факты в истории известны. Но они известны скорее при вторжении европейцев в Австралию, в Северную Америку, в Южную Америку, в Африку. Там подобного рода явления могли быть. Когда речь идет о Европе, о противостоянии народов, в общем-то, равной цивилизационной культуры, то есть, когда, не когда против пистолетов встают с копьями, там, и щитами, и понятно, что проиграют. А когда речь идет об одном достаточно крупном народе, ну, если мы так подойдем плавно к геноциду армян, что в несколько десятилетий, в начале 20 века, было полномерное уничтожение армянского населения в Атаманской империи, в Турции. Единственным способом подтвердить этот факт, объективным способом, это предъявить места массовых захоронений. То есть, если погибло полтора миллиона человек, то нужно предъявить полтора миллиона скелетов, это очень большое количество человеческих останков. То есть, если Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев, он сжигал этих людей в печах. Столько разлагающихся тел, если вот представить себе, что в один день было уничтожено несколько десятков тысяч человек на какой-то местности, столько разлагающихся тел, породит всплеск инфекционных заболеваний. Трупный яд, ветры, ветры разнесут инфекцию на такие территории, что в результате подобных акций вымерло бы вообще все население Турции. А к чуме и прочих сопутствующих разложению человеческих трупов явлений, говорить о том, что турки казнили сотни тысяч армян и тут же их захоронили, это, на мой взгляд, лично, это не имеет отношения к реальности. То есть, конечно, были, скорее, конечно же, когда была война между Первой мировой войной, в которой участвовала Российская империя с одной стороны, Османская с другой, армяне переходили на сторону врага, естественно, их убивали, как предателей, изменивших султанов. Но говорить о таких массовых убийствах, о миллионах людей, о сотнях тысячах людей, на мой взгляд, это просто выдумка. Да, я думаю, что имело место вооруженные столкновения между мусульманами. То же самое, как... С одной стороны гибли и турки, с другой стороны гибли и армяне. То же самое, как и русская армия, в то же самое время ведя войну на территории Кавказа, он уничтожал тех же черкесов, тех же кумыков, осетин, то есть чеченцев. Да. В тот же самый период, то есть это не говорит о геноциде, допустим. Это была война. Когда мы говорим о геноциде, типичный характерный пример, это, конечно, геноцид евреев в Европе. Вот это наиболее задокументированно и, в общем-то, подтверждает. Хотя это тоже очень близко к нам и все происходило, то есть были средства массовой... Но, опять же, это все покрыто большими еще мифами, то есть, как и признают современные западные философы и историки, что это просто политический миф, который используется для определенных политических целей. И точно так же любая нация имеет право на мифы. Война – это геноцид. Война одного народа против другого – это уничтожение этого народа и заселение его территории. Это тоже можно трактовать как геноцид. Говоря об армянском вопросе, то мое личное сугубо субъективное мнение в том, что уничтожалось ли, гибло ли арганское население на территории Турции? Я думаю, что гибло, естественно, поскольку оно занимало сторону противника, играло роль пятой колонны. Было ли такое количество жертв? Я сомневаюсь, что вообще такое количество армян, полтора миллиона, населяло достаточно бедную горную местность. Как вы знаете, в горах высокого населения, высокой численности населения, быть не может по определению, там физически негде. Там даже сейчас не живут сколько людей. Тем более говорить о начале 20 века, это абсолютная чушь. То есть то, с каким пиететом это произносится, это уже людям вложили в голову со школы, это уже результат такой целенаправленной пропаганды. То есть учитывать, что против Турции не только Россия воевала, а еще вся Антанта, вся Европа, вся Франция. Турки тоже могут говорить, что был геноцид Турки. То есть, естественно, армянскую сторону, антитурецкую, то есть политические, естественно, двойные стандарты, принятые в Европе. Это обычные европейцы в политике. Но дело в том, что если говорить о, скажем так, менталитете людей, то армяне как люди азиатского происхождения, для них вопрос автохтонности, так же, кстати, как и для нас, в общем-то, людей тоже азиатского мышления, он является первостепенным. Для американцев, канадцев, австралийцев, я имею в виду англоканадцев, европейцев, этот вопрос не является. Они вполне хорошо знают, что их предки вытеслили местное население, может быть, обошлись с ним не очень много. У них, потому что есть родина, они знают, что у них есть Англия и Ирландия, которая никуда и не девалась. Совершенно верно. А у нас места мало и надо сразу застолбить, чтобы никто там не вздумал ни на что претендовать. Лично, на мой взгляд, я думаю, что передел границ на Ближнем Востоке это явление, в общем-то, бесконечное, на мой взгляд. То есть, есть там вопрос самоопределения курдов. Я думаю, нет ни одного западно-азиатского государства, которое бы не имело территориальных претензий к соседям. Просто не все их высказывают, но я думаю, что дружественная Грузия про себя тоже бы стала претендовать на приграничные районы, как мы там считаем, что там Борчалы и так далее. Что это тоже территория Азербайджана. Это вопросы политические. И никаким генетическим аппаратом их решить нельзя. Можно, наоборот, призвать людей к дружбе, к миру, в том смысле, что, как правило, жители приграничных государств это и есть родственники друг к другу. Или же, наоборот, признаться, как вот честно признал геополитик Александр Дугин, что все это мифы. Мы придумываем новые политические мифы, сказки, но они нам нужны, мы их придумали. Чтобы оправдать какие-то свои действия. И мы будем как бы отстаивать. Если мы будем более аргументированы, более сильны, если у нас будет лучше работать аппарат пропаганды, мы докажем свой миф, это и будет как бы объективная историческая правда. Часше повторяются новости, больше в нее верят. Но он честно признает, что под этим никакой объективной истиной реальности не существует, исторического факта. Потому что, тем более, в современном мире постмодерна вообще такого понятия, как история, время, ничего этого не существует. То есть, кто первый птичка там упала, бомба упала, вместо пропала, как говорится. Естественно. То есть, это, честно признать, да, мы все сейчас ведем вот такие игры, да, непотворчество. Совершенно верно. Вот, кстати говоря, играть на все волосы, говорить, что у нас 2000 лет назад. Все мы являемся древними народами. Все мы, потомки Адама. Адама,